Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Это 116-й выпуск австрийского обозрения. Сегодня у нас 17 января 2023 года. Давно мы уже не упоминали динамику роста и падения цен на золото. Ну, конечно, надо отметить, что прошлая неделя была закончена на рекордной с прошлой весны отметке 1920 долларов США за унцию золота. Серебро тоже себя чувствует вполне уверенно, что приятно. Хотя это, конечно, не самое главное в сбережениях в драгоценных металлах. У нас на сегодня пара очень интересных, важных картиночек инфографических, которые в очередной раз показывают глубину той дыры, в которую скатилась мировая финансовая система. И также у нас отличный отрывок видео от ливанской девушки-влогера по имени Рана, которая буквально за 5-6 минут так замечательно, кратко все рассказывает о том, как нужно спасать свои пожитки в золоте-серебре в момент коллапса всего и вся. Потому что Ливан, возможно, вы знаете, переживает очень тяжелые времена. Последний год вслед за вот этим чудовищным взрывом в Иерусском порту. И гиперинфляция, и различные заморозки активов в банках. То есть, я считаю, что это отличная точка зрения на проблему, очень интересная. И все очень кратко и доступно описано. Но начнем мы просто с блестящей знаковой новости. Просто великолепная она со всех сторон. Такой вот саркастический заголовок на Zero Hedge. По этому поводу гигантский хедж-фонд, также известный как Швейцарский национальный банк, понес колоссальный убыток размером в 143 миллиарда долларов в 2022 году. То есть, казалось бы, Швейцарский национальный банк, хоть это и частная организация, они вроде бы должны славиться своей осторожностью, консервативностью. Но нет. Они играют на рынке, как заправские тейтрейдеры лет так 20. И вот этот вот график показывает объем американских акций у них на балансе. То есть, конечно, закупки были мощные. Достигало все это 177 миллиардов, опять же, долларов в начале этого года. Сейчас их объем сократился, но, конечно, убытки просто невероятные. То есть, это иллюстрация к вопросу о том, что кто-то все контролирует, кто-то за всем следит, эти могучие закулисные силы давлеют над всем, все контролируют, цену на золото они контролируют. Да ничего на самом деле никто не контролирует, друзья мои. Что же они контролируют, если они такими идиотами выглядят, такие деньги потерять гигантские, неимоверные какие-то суммы? Наверное, найдется кто-то, кто скажет, что это тоже часть какого-то сверхсложного плана зловещего. Но я думаю, что они просто идиоты. И это тоже очень печально, потому что мы находимся в их руках. И в продолжение темы всех контролирующих великих инвесторов с огромными головами надо упинуть семью Белфер из Нью-Йорка. Богатую нью-йоркскую семью, которая получила, так сказать, такой унизительный результат. Они инвестировали и с Берни Мадоффом, и в компанию Enron. Это был такой энергетический гигант, который лопнулся со скандалом в начале столетия. Гигантский был скандал, огромное банкротство, мошенничество системное. Ну, все, весь набор, короче говоря. И теперь они еще и в FTX вложили. Вот они, полюбуйтесь. Ох, какие красавцы. Роберт Ирине Белфер, дамы и господа. Журнал Fortune 6 лет подряд называл компанию Enron, которую мы упомянули только что, самой инновационной компанией в Америке. Потом она лопнула в первом году блестяще, тоже очень инновационно. Семья Белфер потеряла 2 миллиарда долларов в Enron. Но это их, по всей видимости, заставило забрать 28 миллионов у Берни Мадоффа. Это была такая гигантская схема Понца, то есть гигантская финансовая пирамида, которая рухнула в 2008 году. Наверное, не все о ней слышали. Это единственный был человек, который сел в тюрьму после кризиса 2008 года. Его собственные сыновья сдали. Вот он недавно умер. Был столб еврейского сообщества у Восточного побережья. Берни Мадофф, он, конечно, мошенник с большой буквы. То есть он не у всех деньги брал и давал очень ровную доходность каждый год. То есть 5-6 процентов. Все задавались вопросом, как этого можно достичь, потому что это священный грааль всех великих финансистов и инвесторов. Ну а деньги он не у всех брал, потому что пытался создать впечатление, что это эксклюзивный клуб. То есть всяких голодранцев туда не опускали. И теперь эта замечательная семья вложилась в FTX. Сэма Банкмана Фрида. Блестящие инвесторы. Это как из анекдота. Если хотите заработать денег, смотрите, что делает мой муж и делайте наоборот. Еще одна инфографика, которая показывает, так сказать, один аспект того гигантского долгового пузыря, в котором мы проживаем. Называется 65 триллионов долларов в спрятанных долгах. Что же такое у нас? Спрятанные долги. А речь идет о валютных деривативах, валютных свопах, которые используются по всему миру для поддержания, так сказать, ликвидности долларовой на рынке. И все эти токсические отходы, они держатся вне банковских балансов. Но, тем не менее, причем это только один аспект вот этого гигантского деривативного пузыря. Мы иногда его упоминаем. 65 триллионов долларов. На самом деле он размером в сотни триллионов долларов в номинальном выражении. Но это вот те инструменты, которые позволяют держать систему на плаву. Вот как динамика роста этих деривативов выглядит в форме графика. И, конечно, у всего этого будут, несомненно, системные последствия. Потому что вроде бы рынок деривативов должен был быть регулирован после краха 2008-2009 годов. Который произошел благодаря вот этим вот очень мутным финансовым инструментам. Но, тем не менее, масштабы роста совсем не снижаются. То есть, вот они упали после кризиса с пика и продолжили расти. То есть, все стало только хуже, когда речь заходит о чистоте и прозрачности финансовой системы после чудовищного краха конца нулевых годов. Все стало только хуже, друзья мои. И теперь мы переходим к обещанной мной выжимке из клипа девушки из Ливана по имени Рама. Думаю, что это будет интересно даже для ветеранов этого рынка. Никто в Ливане больше не доверяет местной валюте, ливанскому фунту. И я не удивлюсь, если в ближайшем будущем услышу историю о том, как люди растирают свое золото в хлопья для оплаты покупок вместо того, чтобы использовать ливанский фунт. Если вы думаете, что это ерунда, то почитайте вот эту статью в Блумберг о Венесуэле, которая показывает, что в некоторых местах этой страны люди используют золото напрямую как валюту. Исходя из моего ливанского опыта, всегда необходимо иметь какое-то количество золота в руках на случай экономического кризиса или краха. Золото – это страховой полис, который производит выплату, когда валюта вашей страны превращается в туалетную бумагу. Но оно также помогает, когда какие-то проходимцы, ой, извините, я имею в виду политики, решают, что неплохо бы складировать большой объем нитрата аммония рядом с центром города. В этом видео я дам вам несколько важных золотых советов, которые, я считаю, будут для вас полезны. Во-первых, если вы хотите, чтобы ваше золото было хорошей страховкой, вам следует владеть им в различных размерах, точно так же, как вам стоит владеть бумажными деньгами различных номиналов дома. Почему так? Например, вы хотите заплатить кому-нибудь за то, чтобы вас отвезли в безопасное место, и эта поездка стоит около 70 долларов. Что вы будете делать с крупными банкнотами или золотыми монетами ценой в 300 долларов? Например, с этими 20 золотыми франками Наполеона Третьего. Не ожидайте, что все вокруг будут такими вежливыми и найдут вам сдачу. В таком случае, какое-то количество серебра может оказаться очень кстати, потому что вам будет легче набрать что-то ближе к 70 долларам. Я использую две серебряные монеты, без необходимости их резать на куски. Обычно серебро покупают для малых транзакций, которые я только что описала. Также, если у вас не хватает денег на золото, вы можете купить серебро. Однако не стоит его покупать слишком много, потому что серебро куда менее ценное на единицу веса, чем золото, и с ним будет сложно пуститься в бега. Отношение ценности к весу у разных металлов варьируется. Например, золотой орел с номиналом в 10 долларов сегодня стоит около 900 долларов. Похожая серебряная монета стоит около 35 долларов, поэтому вам понадобится около 20 серебряных монет, чтобы сравняться по ценности с одной единственной монетой из золота. Одна монетка достаточно мала, чтобы поместиться у меня в кармане, однако я не уверен, что смогу засунуть себе в карман 25 серебряных монет. А если вы находитесь в стране, переживающей крах, то вам придется носить с собой ваше состояние в самом простом и легком из возможных форматов, просто чтобы успешно сбежать. Вы мне также можете сказать, что палладии и платина более ценные, чем золото, еще больше подходят для экстренных ситуаций. Но, как я вам ранее и говорила, что золото лучше серебра, то в случае краха я ожидаю, что золото будет куда ликвиднее палладия, и менять его будет намного проще, потому что будет больше людей, желающих его купить. Теперь еще один важный момент, и вы никогда не услышите это от мошенников, которые хотят, чтобы вы купили золото, нажав на их партнерскую ссылку. Если вы в сложной финансовой ситуации, ни в коем случае не покупайте золото. Покупайте золото только тогда, когда у вас отложены средства, достаточные для обеспечения 6 месяцев расходов на жизнь. Золото – это страховой полис, поэтому не стоит его покупать, если у вас нет запасов воды и продовольствия на несколько месяцев, а также тревожной сумки. Кто-то скажет, что не стоит покупать золото, пока вы не начали откладывать на пенсию, но, честно говоря, я не думаю, что кто-то сможет хорошенько отдохнуть в старости. Вам также стоит хранить золото дома, хотя у домашнего хранения есть цена и риски. Но это куда безопаснее, чем вручать вашу финансовую безопасность людям или организациям, которые уже и так мутные, и станут еще более мутными, когда наступит крах. Хочу вам напомнить, что ливанские банки заморозили 20 миллиардов долларов с начала текущего финансового кризиса. К счастью, большинство ливанцев не хранят золото или акции в банках, но очень распространенной ошибкой в Ливане было хранить золото в форме ювелирных украшений. Ведь покупая ювелирные украшения, вы также платите высокую наценку. Что такое наценка? Это деньги, которые вы платите в дополнение к цене компонентов украшения. Например, когда вы покупаете золотое ожерелье, вы заплатите не только за золото, из которого оно сделано, но и за различные манипуляции, необходимые для превращения металлового ожерелья. Эта добавленная стоимость и называется наценка. Если вы затем попытаетесь перепродать это ожерелье, никому не будет нужна наценка и уже вами заплаченная. И вам, вероятно, выплатят только за металл, из которого сделано это украшение. Покупка ювелирных изделий – самый быстрый способ понести убыток. Так что не покупайте ювелирку, но также не покупайте золотые монеты или слитки с высокими наценками. Наценки также очень распространены в коллекционных золотых монетах и монетах из специальных серий. Держитесь от них подальше. Но даже стандартные инвестиционные монеты обычно имеют более высокую наценку, чем слитки. Просто потому, что слитки дешевле в производстве. Стоит покупать самые простые, стандартные монеты. Покупайте самые известные ликвидные монеты чеканки суверенных монетных дворов, такие как американские орлы или канадские кленовые листья в Северной Америке, или золотые франки Наполеона III или австрийские филармоникиры в Европе. В остальных случаях придерживайтесь простых решений, вы никогда не ошибетесь с обычными золотыми слитками от компаний с хорошей репутацией, таких как Credit Suisse. Если вы хотите порыться поглубже, сравнить монеты и различные наценки, то я рекомендую вот этот сайт. Не думайте о золоте как в инвестиции, который поможет вам прирастить ваш капитал, как это происходит на фондовых рынках или в недвижнем. Стоит владеть золотом и наличными, ведь это единственный способ избежать государственной слежки. История показывает, что правительства принимают законы, конфискующие золото в период экономических трудностей. Я не имею в виду Северную Корею или Зимбабве, а скорее Соединенные Штаты и Великобританию. Ну, наверное, с некоторыми тезисами Раны можно и поспорить, но в общем и целом она совершенно права. Нужно быть на чеку, потому что грядут тяжелые времена. Ни пандемии, ни войны не отменяли реальности финансового апокалипсиса, который к нам в недалеком будущем придет. С вами был Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Пролайкайте нас, пожалуйста, как следует. Подписывайтесь. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok